Привет! В прошлом нашем ролике я рассказывал немножко и поверхностно о мышечном росте, о его причинах. Объяснял, что такое сам мышечный рост и что такое увеличение самой мышечной клетки в размерах. И в чем разница? Сегодня попытаюсь тебе объяснить, что является одним из основных факторов и одной из основных причин, которые делает возможным этот мышечный рост. И это одна из самых важных его составляющих. Как ты знаешь наш организм состоит из большого количества различных веществ и практически всей таблицы Менделеева. Самую большую колоссальную часть нашего организма составляет вода. Вторую по величине часть составляет белок. В принципе весь организм состоит там процентов на 70 из воды и примерно процентов на 20 из белка. Или может даже на 25. У меня точных данных нет, но разброс цифров примерно такой. То есть ты сам понимаешь, что в массе твоего тела ключевую роль играют именно эти два показателя. Количество белка в твоем организме и количество жидкости. Все внутренние органы, полностью все клетки, все строятся с белков. Белки это такая штука, которая является мало того, что строительным материалом, белок еще является переносчиком информации. Ну это уже достаточно глубокий такой анализ и глубокий рассказ, мы его сейчас касаться не будем. Рассмотрим белок просто как строительный материал, как конструктор лего или как кирпичики, которые строят твое тело как здание. Весь прикол в том, что тренируясь как проклятый, но ничего не кушая или кушая пару раз в день, ты святым духом не питаешься. На тренировках воспринимай свое тело как строительную площадку, на которой ты периодически что-то разрушаешь и потом ты должен построить что-то новое. Суть в том, что строительство на строительной площадке не будет вестись до тех пор, пока не подвезут нормальное количество стройматериалов. Дом из воздуха не вырастает, точно так же и твое тело. Оно не растет из воздуха, а строится по определенным законам из определенных материалов. И те ресурсы, которые у тебя в теле на данный момент уже находятся, они недостаточны. То есть, грубо говоря, количество делка должно поступать планомерно в постоянных больших количествах для того, чтобы ты мог расти и развиваться. Ты должен давать своей стройке достаточное количество кирпичей для того, чтобы строить настолько большое здание, какое ты хочешь. Но есть один момент. Организм – штука хитрая. Помнишь, я говорил, что он стремится все время к равновесию, балансу и состоянию покоя? Состояние покоя для организма – это не столько лечь поспать, сколько уравновешивание всех процессов. На все плюсы у него должны быть минусы. Это баланс называется. Организм все время находится в сбалансированном состоянии. И тренировкой ты его из этого баланса выводишь. Ты расшатываешь систему, и ему это очень не нравится. Ему нужно опять ее ввести к балансу. Он постепенно это все выравнивает. Один из этих факторов, которые ты пытаешься разбалансировать – это твой обмен веществ. Помнишь, да? Поступление энергии, расход энергии – это величина обмена веществ суточного и базового. Одна из составляющих обмена веществ – это синтез белка. Ну, чтобы ты понимал, да? Анализ – это когда мы что-то разбираем, анализируем. Это разбирание на составные части. А синтез – это наоборот. Складывание составных частей в одно большое единое целое. Так вот, синтез белка происходит из аминокислот. Аминокислоты – штука такая. Это как вот кубики в конструкторе Лего. Когда они попадают с пищей в твой организм, да, и потом попадают из кишечника в кровь, они еще не есть белками, по сути. Организм уникален тем, что он сам знает, какие белки ему сейчас нужны будут. Из того набора аминокислот, которые он там получает, он в состоянии их создать. То есть не говорит о том, что получая одни и те же аминокислоты, ты все время строишь одни и те же белки. Нет. Аминокислоты, как сырье, как вот эти кубики конструктора Лего, носятся там в твоем организме, находятся. И в зависимости от ситуации и потребности организм строит из него разные виды белков. Есть одна фишка. Синтез белка, синтез глюкозы, синтез жира – это все процессы накопления и строительства. И в принципе они складывают твой обмен веществ, которые называются метаболизмом. Так вот, рост именно белковых структур твоего организма называется анаболизмом. И в противовес вот анаболизму или метаболизму, да, есть другое, другая производная, другой процесс, который называется катаболизм. То есть, если анаболизм позволяет тебе строить белки, там, синтезировать глюкозу, синтезировать жиры, то катаболизм, процесс, отвечает за их разрушение. И эти два процесса между собой взаимосвязаны. Грубо говоря, если ты не тренируешься вообще, у тебя, ты родился, там, весит, ну, природа заложила 70 кг, да, и вот тут твой вес какое-то время стоит без изменений. То есть, ты год, два, три, все время 70 кг весишь. Ну, ты к тренируешься вообще не прикасаешься. Это говорит о том, что анаболизм и катаболизм у тебя уравновешены. То есть, они друг друга обнуляют. Интенсивности того и другого процесса одинаковые, но они идут постоянно. Просто по фазам дня, там, ночью преобладают процессы катаболизма, да, днем они утихают. Вот, фактор роста твоего очень сильно зависит от того, насколько анаболизм превышает катаболизм. Грубо говоря, для того, чтобы твои мышечные клетки начали расти, для того, чтобы ты начал увеличиваться в размер. Анаболизм должен стать хотя бы ненадолго больше катаболизма. Для того, чтобы организм мог синтезировать больше белка, хотя бы в данный момент, чтобы он его разрушает. Только это приведет к накоплению белков. Только это позволит построить там хотя бы часть еще одного этажа на твоей стройке. Если ты на стройке строишь и разгораешь с одинаковой скоростью, то ты, в принципе, в стройке никуда не движешься. У тебя один фундамент. И вот, есть два способа увеличения, да, разницы. То есть два способа, чтобы обойти вот этот закон равновесия. И задать высокий темп анаболизма, то есть синтеза белков, грубо говоря, да, и низкий, и чуть меньше, чем синтез белков, уровень катаболизма. Два способа. Первый. Ускорить процесс синтеза белка, который будет превышать скорость катаболизма. И второй способ. Это снизить, оставить на базовом уровне синтез белка и снизить процессы катаболизма, его скорость. Понимаешь, да? Тут мы увеличиваем, вот у нас базовые уровни оба. Либо мы увеличиваем синтез белков, скорость, либо снижаем скорость катаболизма. Постоянно ты это делать не сможешь. Это нереально. То есть включить механизм, когда у тебя синтез белка превышает уровень катаболизма, навсегда невозможно. Это состояние ты не сможешь постоянно поддерживать, это физиологически нереально. Но на какое-то время можно либо снизить уровень катаболизма, либо повысить скорость синтеза белка. И на это есть причины, которые вот этот равнобой обеспечивают. Первая причина это правильно спланированный тренировочный процесс. Пример, которого мы сейчас по ходу наших маленьких семинаров в виде концовки семинара в виде тренировки показываем. Это способ заставить организм синтезировать больше белка. В чем суть? Сам тренировочный процесс непрерывный. Да, ты сегодня тренируешься, после завтра тренируешься, потом через два дня еще тренируешься. Синтез белка возможно где-то как-то и увеличиваешь, но он настолько короткий промежуток времени включается, вот это увеличение синтеза скорости белка, что это не существенно. Ты этого, ни ты, ни твой организм этого так как козырь выложить не можете. Ты этого не ощущаешь. Поэтому делается циклирование нагрузок. Смотри, бесперерывный тренировочный процесс, о котором я говорил. Помнишь, тренировочная схема делится на фазы. Вот каждая фаза, как это ни странно, накапливает результаты процессов катаболизма. Сама тренировка это катаболизм. Ну, мы разрушаем булковые структуры на тренировке, разрушаем глюкозу, разрушаем жиры. И вот процесс недовосстановления белковых структур после тренировки это и есть накопленные эффекты катаболизма, которые организму потом нужно превысить или вернуть, ну, долги себе вернуть. То есть, мы мало того, что разрушаем здание, мы уже разрушаем его фундамент, да, и уже вкапываемся глубже в землю. Главное слишком глубоко не вкопаться. И потом, на какой-то момент, мы организм оставляем в покое. И помнишь, я говорил про супер компенсацию? Именно вот с этого момента, когда ты начал отдыхать после тренировок, у тебя начинает уровень аномализма постоянно превышать уровень катаболизма. Это ненадолго будет. Это будет как... Закончится тогда на периоде супер компенсации, грубо говоря, ты отдыхаешь. Восстанавливаешь разрушенные белковые структуры, да, с помощью процесса аномализма. И потом еще супер компенсацию. Помнишь, организм больше не хочет, чтобы эти белковые структуры настолько сильно пострадали в таких количествах. И он еще позволит там нарастить еще чуть-чуть. И вот это вот чуть-чуть уже станет базой. Но, когда супер компенсация у тебя станет устоявшейся, когда организм закончен синтезом белка до уровня выше, чем привычный для него, уровень катаболизма плавно и постепенно со временем потянется туда же. И базовый обмен веществ у тебя установится уже на новой отметке. Грубо говоря, если ты весил 70 килограмм и расходовал, ну, грубо говоря, 2000 калорий в сутки, да, вот в простых цифрах, и вот тут ты с помощью нескольких периодов супер компенсации набрал до 80 килограмм. Вот 10 килограмм это благодаря твоему, благодаря превышению анаболизма над катаболизмом, да, то уровень катаболизма в этом все равно подтянется к этим 80 килограммам, и ты уже будешь расходовать. Это уже база, это твой неизменный вес, грубо говоря, остается. Но с него ты какой-то период времени уже перестанешь набирать. Это значит, что уровень катаболизма поднялся до этой скорости. Вот. Количество белков, которые появились в организме, уже увеличилось. Ему нужно больше их разрушать. Нужно большую площадь обслуживать. Стройка стала больше. Соответственно, уровень катаболизма подтягивается к этой цифре. Ты расходуешь уже не 2000 калорий, а, допустим, 2,5. И это уже твой базовый обмен веществ для этого веса. Вот в чем суть. И нам постоянно приходится бороться. Бороться и выборовать вот эту вот маленькую возможность, завысить уровень строительства белков, чтобы процесс катаболизма как можно дольше не успевал нас догонять. Вот в этом суть. Но, тренируясь неправильно, и самое главное, питаясь недостаточно, от этого никогда не сделаешь. Ты не сможешь форсированно ускорить стройку свою, не сможешь догнать план или перевысить план по скорости строительства, не подвозя регулярно нормальное количество рабочих и строительных материалов. Это невозможно. Как бы ты не хотел стройку ускорить, если у тебя по старому графику приходят стройматериалы, ну это будет просто фантастика и мечта, которая останется несбыточной. Ну разве что у тебя там крыша поедет от желания, которое ты не можешь воплотить. Поэтому, тренируясь интенсивно, когда идет у тебя беспрерывный тренировочный процесс в пределах одной фазы, количество белка, которое ты съедаешь, оно в принципе не имеет значения. Потому что весь белок, который ты съедаешь в этот период, пойдет на энергообмен, на восстановление энергетики. Больше никакие функции организм не успеет восстанавливать. Белки он не успевает в регулярных тренировках строить. Помнишь, я раз строю суток тренируюсь, ты функцию белков только разрушаешь, я так что говорил, и накапливаешь недовосстановление белковых структур. Потому что у тебя процессы катаболизма в течение систематических тренировок почти постоянно преобладают анаболизмом. Но, когда ты уходишь на отдых между фазами, это именно и есть тот период, там 7-10-14 дней, во время которого ты должен валить в себя. Есть все белковое, все, что ты перед собой видишь. Не веривайте бредни про 2 грамма белка на килограмм веса тела. Это туфта. Чистой воды. Ты можешь в период институтных тренировок обходиться полграммами белка на килограмм веса тела. Главное, обеспечивайте новую энергию с помощью жиров и углеводов в этот период. А в период отдыха между фазами, когда тебе нужно восстановить белковые структуры и превысить их, увеличить количество их гораздо больше от того уровня, который был до этого, тебе белка нужно гораздо больше. И вот тут упор делается на белки. То есть ты количество углеводов и жиров снижаешь, об этом и об этих двух нутриентах я расскажу попозже. А белки валишь столько, сколько можешь. И организм, нет такого правила. Это книжное правило, журнальное правило о том, что за один прием пищи ты можешь усвоить 30 грамм белка. Поверь, профи едят по 500-700 грамм белка в сутки. И они его усваивают. Твой организм усвоит ровно столько, сколько ему нужно. Главное, чтобы ты ему это количество дал. Будет глупо, если у него будет потребность в 300-400 грамм белка в сутки, а ты будешь ему давать только 2 грамма на килограмм веса тела. То есть там будет где-то порядка 140-80-200 грамм. У тебя будет дефицит, который ты этим дефицитом белка просто себе в медвежью услугу докажешь. А мышечные клетки из углеводов с жиром не строятся. Смотри, в принципе самый катастрофически высокий уровень катаболизма в твоем организме начинается где-то примерно с 40-50 минуты после начала тренировки. И продолжается достаточно определенное время, пока ты не погасишь энергический дефицит, пока ты не поешь, грубо говоря, после тренировки. И ночь. Ночь вообще происходит, скажем так, капремон твоего организма. За скорость катаболизма отвечает такой гормон, называется кортизол, он вырабатывается над почечниками. Это гормон стресса. Он потому и называется гормоном стресса. Объясню тебе. Белки являются, скажем так, буфером для нервной системы. Что такое буфер? Они охраняют нервную систему от повреждений. И когда у тебя нагрузка на нервную систему становится очень высокой, независимо от того, эмоциональная, то есть ты нервничаешь, либо это тренировочная, повышается уровень кортизола у тебя в крови для того, чтобы эту нервную систему оберегать. Кортизол как действует? Те белки, которые в тебе уже есть построены в виде клеток, он начинает разрушать для того, чтобы высвободить аминокислоты. Белки разрушают у тебя внутри до состояния аминокислот, чтобы высвободить эти аминокислоты, которые будут, грубо говоря, участвовать в сбережении твоей нервной системы. Вот основная задача кортизола. Поэтому называется гормоном стресса. Он оберегает твою нервную систему посредством разрушения белков и давания организму достаточного количества аминокислот для охраны нервной системы. Понимаешь, да? И вот наша задача постоянно поддерживать уровень кортизола на низком уровне. На возможно низком. Хотя, когда твой вес постоянно увеличивается, количество кортизола все равно пропорционально становится больше. Это нормальный процесс. И вот главное организм свой не заставлять увеличивать этот уровень кортизола выше нормального уровня. Грубо говоря, ты должен питаться нормально, тренироваться правильно. И самое главное спать нормально, отдыхать. Для того, чтобы и так стрессы, которые в нашей жизни у нас там с утра до вечера происходят, самому себе еще и не усиливать. От кортизола полностью ты избавиться не можешь. Сбивают уровень кортизола только медикаментозным способом. Я об этом тебе говорить сейчас не буду, это не нужно. Твоя задача заставить организм зайти в фазу, в которой ему нужно будет супер компенсировать белки. Да? И для того, чтобы у него появилось желание дать ему возможность ускорить темпы стройки. Когда ты этого добьешься, ты начнешь расти. Расти постоянно невозможно. То есть мышечный рост происходит рывками. Ты уже наверное понял. Если ты месяц-полтора без перерыва надзвиниваешься, ты не растешь. Потом ты не 10-2 недели отдыхаешь, за этот месяц, за это время отдыха ты какой-то бац, запас просто получил. Потом опять. Так и происходит в течение года. Плюс 2 килограмма. Плюс 1 килограмм. Причем для большинства это оказывается неожиданно. Потому что люди не умеют планировать это все. А зная как все это происходит, ты можешь что-то планировать. Я уже сказал, да, что ночью процессы, когда болезни происходят. Причем очень мощные. Зачем? Это просто объясняется сменами гормональных фаз твоего организма на время суток. И вот ночью, пока ты спишь, твоя система не спит. Там ничего не спит никогда. Там просто меняется режим. И твой организм все время нуждается в обновлении структуры, в обновлении клеток, в обновлении жидкости и всего остального. Все клеточки, из которых состоит твой организм и все их внутренние части рабочие, постоянно обновляются. То есть по ночам твой организм проходит техосмотр. И там проводится техническое обслуживание. Поэтому ночью усиливаются процессы катаболизма просто для того, чтобы разрушить те структуры, которые уже отработали свое. У них уже срок эксплуатации вышел, их надо заменить. И вот ночью это разрушается. Процессы катаболизма зашкаливают. Просто для того, чтобы убрать отработавшие структуры. И на их место приходят новые. Этот процесс постоянен. Я не помню, по-моему, полное обновление твоего организма проходит за цикл от 30 до 40 дней. Примерно в этом времени. То есть, допускают в твоем организме миллиард клеток от ногтей на ногах до кончика волос. Вот последний из этого миллиарда обновится через 40 дней. Потом этот процесс начинается заново. И это беспрерывный процесс. И вот за вот начало этого процесса обновления отвечает такой органом, как кортизол. А за его окончание отвечает уровень синтеза белка, уровень синтеза глюкозы, уровень синтеза жиров. И если у тебя все нормально, ты, грубо говоря, находишься в одном и том же весе, когда у тебя система равновешена. Если у тебя анаболизм превышает катаболизм, соответственно, ты растешь. Но для этого, опять же, ты тренируешься правильно, своевременно и достаточно отдыхаешь, и своевременно и достаточно систематически питаешься. А о том, как питаешься, я тебе расскажу в следующий раз. Пока есть один момент. Так заброшу тебе маленький ключок. Твоя еда, процесс принятия пищи для тебя должен превратиться в работу. О том, что это значит, я расскажу тебе в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok